Музей купеческого быта в поселке Епифань является филиалом государственного музея-заповедника Куликово поле. В нашем музее представлено более 2000 подлинных экспонатов. Большая часть наших экспонатов является фондовой коллекцией музея Куликово поле. Некоторую часть, конечно же, в наш музей приносили и местные жители. Наши предметы по большей части рассказывают об истории купечества и истории города Епифань конца 19-го и начала 20-х веков. Сегодня мне хотелось бы вам рассказать об очень простой вещи, которая известна всем и была доступна в обиходе наших предков вплоть до конца 20-го века. Этот предмет называется сундук. Сундук – это был предмет мебели, в котором хранилась одежда, различные драгоценности и прочие предметы. Конструкция сундука была очень простая. Внизу находился деревянный ящик, сверху съемная или откидная крышка. Достоверно неизвестно, когда и как появились сундуки. Однако считается, что сундуки впервые упоминаются в Древней Греции, а также в Древнем Египте. А вот в Европе и Азии о них упоминалось лишь во времена Средневековья. Примерно в это же время сундуки попали к нам и на Русь. Их завезли кочевники и завоеватели. Во многих домах крестьянских и купеческих сундук был неотъемлемым и обязательным предметом мебели. Как же использовался сундук? В обычное время сундук использовали для хранения драгоценностей, тканей, книг, различной утвари и прочего. Днем сундук использовали как лавку и ночью, естественно, его использовали как спальное место. Сундук до XIV века был довольно примитивно устроен. Деревянный ящик вырубали из цельного массива дерева при помощи топора. Также изготавливали и крышку. Сундуки в том виде, который мы видим сейчас, начали изготавливать лишь с 1320 года. В это время появились двуручные пилы. Соответственно, уже можно было изготовить дощечки. Их собирали между собой при помощи железных или деревянных гвоздей. Сундуки на России участвовали во многих обрядах. Так, начиная с 8 или 9 лет, девочки начинали собирать ей приданное. Естественно, приданное она изготавливала сама. Была традиция, допустим, в этот год у нас был хороший пух, и тогда девушка изготавливала подушки. Если была хорошая шерсть на следующий год, тогда изготавливать одеяло. Также сундук был неотъемлемой частью очень старинного обряда, такого как свадебный. Естественно, в сундук было собрано все предание. И в день сватовства жених с невестой ехали за благословением к отцу и матери жениха. Обычно они ехали вместе, а вот сундук уже забирали и привозили дружки на лошадях вслед за ней. Такая традиция немного позже изменилась, и сундук уже забирали вместе с невестой. Очень интересен тот факт, что в сундуке обязательно производилась опись его имущества. Она прикладывалась к сундуку, и на месте ее нового проживания ее новая мама, естественно, сверяла все ли, довезли в этом сундуке, проверяя прямо по описи. В сундуке и такие свадебные обряды, конечно же, упоминаются во многих литературных источниках. Один из них, источник, был написан в конце XX века. Его написала Ольга Петровна Семенова-Тяньшанская. В своей книге «Жизнь Ивана. Очерки. Избыта крестьян. Одной из черноморских губерний» она описала то, как проживали крестьяне на территории Рязанской губернии на рубеже XIX и XX века. Что же написано в данной книге, конкретно касаемо приданного? Какое приданное взял Степан, отец Ивана, за Акулиной? Прежде за невестой никогда не брали денег. Брали за нее одежду. Холсты от 5 до 25 холстов по 30-35 оршинов каждый. 2-5 понев, 4-6 рубах, 1 или 2 ситцевых сарафана, постель, подушка из перьев, батола, то есть одеяло. Также разные предметы бабьего обихода. Самопрялка стан. Жених же давал невесте поклажу. Рублей 10-15 денег, овчинную шубу, подъевку из крестьянского сукна, коты, валенки, пода 2-4 муки, меру круп, 1-2 ведра водки. Теперь же за невестой берут деньги, рублей 5 или 10. Холстов приданное у невесты уже не бывает. Нынешние годы не родятся. Да и невесты не такие пряхи, как в старину. Зато теперь обращают внимание на то, хорошо ли одета невеста. Есть ли у нее шерстяные сарафаны, шаль, ботинки, подъевка из тонкого сукна. Рубах требуется столько же, сколько и прежде. То есть в данном очерке мы видим, что в крестьянском сундуке при данном было достаточно мало вещей. За крестьянскую дочку давали совсем немного или просто давали деньги. Иная ситуация обстоит у купечества. Так, например, купец первой гильдии в своей росписи описал полное приданное. Что же там написано? Роспись приданного купецкой дочери Трапезниковой, составленной в Иркутске в 1846 году ноября 28 дня. Почетный гражданин Иркутской первой гильдии, купецкий брат Афанасий Филиппов Трапезников, при выдаче дочери своей почетной гражданки Александры Афанасьевны Трапезниковой, за иркутского купца первой гильдии Павла Степановича. Перетолчено. Благословение и награждение за нею дочерью моей Александрую выдано. Святых образов 5 штук, разных вещей, гребенки, ювелирные изделия 33 штуки, ножик перочинный, ножницы большие и маленькие, ключи к часам с принадлежностями, серебряные посуды, ложки серебряные от бабушки Феоклы 3 штуки, ложки новые 6 штук, десертные, подсвечники, дюжина чашек фарфоровых. Здесь же упоминается два сундука большие, стоимость огромная 80 рублей, и два сундука тоже, стоимостью тоже 80 рублей. Платье в сундуке и различной одежды было аж на 6 843 рубля, одеяло и подушки стоимостью 1031 рубль. Всего по всему регистру выдано приданного суммой огромной 16 864 рубля. То есть из данной росписи мы можем видеть, насколько различалось приданное различных сословий. И для того, чтобы узнать более подробную историю наших предметов, наших сундуков и других артефактов, мы, конечно же, приглашаем наших посетителей приехать в наш музей и воочию ознакомиться с нашими экспонатами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова